Сегодня мы с тобой, братик, поговорим про одну из самых ожидаемых, мною лично, мобильных игр, которая должна выйти в свет уже в этом году. Предположительно, релиз ожидается этой осенью. И название этой игры за Division of Recessions. Это экшен-рпг в открытом мире от студии Ubisoft. Той самой Ubisoft, которая в ответе за такие легендарные франшизы, как Far Cry, Watch Dogs, Assassin's Creed и многие другие популярные проекты. Уже с давних пор студия пытается ворваться в мобильный гейминг, но, честно сказать, все это у нее по сей день получается довольно скудненько. Единственная игра, которую хоть как-то можно назвать успешной на мобильных устройствах, это разве что Драчливая Зала, то есть Броу Хала, если говорить по-английски. Но и та является всего лишь портом. Или какой-нибудь Южный парк, о котором знают только фанаты Южного парка. Все остальные игры для мобильных, выпущенные из-под крыла юбиков, это довольно средние проекты, не соскавшие славу. Чего не скажешь о дивизии, которая прямо сейчас находится в статусе бета-теста. Но, несмотря на это, выглядит просто крышесносно и имеет все шансы стать очень успешным и популярным первым мобильным проектом от Юбисофт. Если, конечно, не считать еще одну готовящуюся к выходу игру от юбиков, мобильную Раду, которая как бы тоже довольно отличного качества, судя по бету. Ну и плюс еще мобильный Ассасин, который хрен пойми когда там выйдет. Сегодня мы обсуждаем The Division, как игра выглядит, что нас будет ждать на релизе и какие, в принципе, шансы у этой новой части легендарной серии. Может ли она завоевать сердца мобильных геймеров или, как и другие проекты, загнется под гнетом других, более успешных конкурентов. Ну а перед тем, как мы начнем разбирать мобильную дивизию, напоминаю, что в моем телеграм-канале ты прямо сейчас сможешь абсолютно бесплатно скачать самые топовые игры на телефон. В телеге я довольно часто делюсь ссылочками на скачивание новинок, которые являются платными играми или которые недоступны на территории нашей страны. Плюс довольно часто делюсь различными инсайдами и другими новостями из мира мобильных игр. А также раздаю промики, например, в таких проектах, как Genshin Impact или Honkai Star Rail. Буду рад, если сразу после просмотра этого видео ты на нее подпишешься. Заранее тебе, братик, спасибо. И да, кстати, актуальную версию дивизии я тоже туда закинул. Можешь без правдива скачать и поиграть в бетку сам. Во-первых, для тех, кто не знает об этой серии игр, поясняю. Tom Clancy's The Division это очень популярная серия игр в жанре экшн-рпг в открытом мире, действия которой происходят на территории Соединенных Штатов Америки. События игры будут происходить между событиями первой и второй части. Сюжет их объединяет только одна, так скажем, вселенная. А сами истории между собой никак не связаны. Сюжет Researchings это прям отдельная история, для прохождения которой вам не нужно будет знать, что происходило в прошлых играх. В начале игры нас встречает потрясающий эпичный видеоролик, где и раскрывается, собственно, весь сыр-бор. А сразу после видео начинается и сама игра. Мы появляемся в нашей квартире, гладим нашу котеечку и подходим к зеркалу, где нам предстоит прямо сейчас создать своего главного героя. На выбор, как обычно, всего лишь два гендера – мужчина и женщина. Да простят юбиков все те, кто не относит себя ни к одной из этих категорий. Сразу после настройки лица мы идем настраивать себе так называемый стартовый лук. Он никакой особой роли, если честно, не играет, так как уже спустя полчаса у вас он будет совершенно точно другой. И тут с этим прям отлично все. Даже несмотря на бетку, прямо сейчас в игре огромное количество самых разных вещей. Тут вам и курточки, и шапочки, и штанишки, и рюкзаки. Менять вы будете все это дело довольно часто, и это лично мне очень сильно нравится. Ощущаешь по ходу игры, как ГГ развивается не только физически, но и внешне. После первоначальной настройки кастомизации нам нужно будет выбрать класс своего персонажа. На данный момент в игре их три, и каждая, как это и принято в РПГ, со своими особенностями и скиллами. В первые минут 40 игры вы не сможете насладиться открытым миром и всеми красотами этой игры. Вас будет ждать коридорное обучение, где, собственно, вас ведут в курс дела. Как бегать, как стрелять, как прокачиваться. Плюс познакомят с основными сюжетными персонажами и расскажут историю этого мира. А вот дальше, после обучения, тут уж мое почтение, мною любимый открытый мир в постапокалипсисе. Выглядит все это дело просто шикарно. Но опять же, по меркам мобильных игр и игр подобного жанра, что-что, а Ubisoft всегда умели делать очень крутые открытые миры. И мобильная дивизия не стала тут исключением. Просто сами посмотрите, сколько здесь деталей. Различный мусор на земле, машины. Это просто прям вау. Нью-Йорк со своими небоскребами на мобильных устройствах выглядит прям, прям, ну прям, прям реально круто. Не могу, конечно, сказать, что это лучшая графика на телефоне, так как на бетке еще не доступны все настройки этой графики. И рассматривая текстуры более детально, близко они могут вызвать сомнения. Но, несмотря на все, общая картина того, что перед моими глазами, выглядит более чем хорошо. И, кстати, несмотря на все это обилие маленьких мелочей, деталей всяких, игра очень хорошо себя чувствует. Сразу видно, что проект очень хорошо оптимизирован, что не может не радовать. Я прям, если честно, очень был этому удивлен. Мне прям не терпится устроить полноценный тест и посмотреть, как мой рокфон 5 будет себя чувствовать на ультра настройках графики. По сюжетику, конечно, сейчас он здесь неполноценный и сказать в целом, какой он хороший или плохой, невозможно. Но то, что я увидел на этапе бета-тестирования, мне лично понравилось. Как человек, который поиграл в огромное количество проектов на телефоне, я могу смело сказать, что сюжет здесь не для галочки, что называется, как в том же самом, например, лайфавторе. Наблюдать за сюжетом интересно, он сопровождается довольно качественными катсценами, очень колоритными персонажами и, слава богу, хорошими диалогами. По крайней мере, они не вызывают желания их скипать. В целом, для мобильных устройств наличие качественного сюжета, как ни крути, это большая редкость. И благо, дивизия является той самой игрой, где сюжет есть и от которого фейспаум не испытываешь. Играем мы, как и в первой части, в Нью-Йорке. Тут все те же улицы, если вы играли в оригинал, вы совершенно точно узнаете некоторые локации. И вас будет постоянно преследовать такое, знаете, чувство дежавю. Сразу после обучения, познакомившись с основными механиками, погрузившись в сюжет этой игры, мы появляемся на нашей базе. База – это местный хаб, где мы можем встретить других игроков. Тут у нас находятся все основные активности. Можно брать побочные квесты, сюжетные квесты, продавать найденный лут, покупать новый, крафтить пушки, прокачивать их, прокачивать персонажа и многое-многое другое. Например, вот у этой лавки можно открыть новое оружие. Да, все пушки открываться будут тут постепенно, за местную валюту. Арсенал огромный, как сами можете видеть. Плюс ко всему, каждая пушка прокачивается. На нее можно ставить обвесы, можно менять скины. Кастому оружие прям отличное. Для всех любителей копаться во всем этом зайдет на ура, я в этом уверен. Плюс, каждая пушка и вещи отличаются по своей уникальности. У них есть так называемая степень редкости. Самое крутое – это оранжевый, легендарные вещи. И красная степень, так называемая экзотика. Это донатные скины. В целом, бегая по открытому миру, дивизия ощущается очень и очень бодро. Я, как игрок, который наиграл очень много часов в обеих частях, могу с уверенностью сказать, что мобильная версия ощущается как полноценная компьютерная. Словно вот просто разрабы взяли свою игру и портировали ее на телефоны. В целом, мне тут все очень сильно понравилось. Я лично возлагаю на игру большие надежды. Уж очень мне хочется, чтобы ее не постигла участь того же самого Апекса, который не прожил даже и года после своего релиза. А там оставалось до годовщины чуть меньше недели. Надеюсь, в этом плане у дивизии будет более светлое будущее. Ее будут поддерживать так же, как и компьютерные версии, очень долгое время. Касательно открытого мира. Да, я прекрасно понимаю, что многих открытый мир здесь может оттолкнуть. Этот мир, как бы так сказать, он не совсем такой, каким многие привыкли видеть открытые миры в других играх. Например, в том же Genshin Impact, если взять открытый мир, это огромная территория с полями, горами, лесами, городами. Беги в любую сторону и изучай, он огромный. А здешний открытый мир, по сути, ограничивается одним городом. Весь открытый мир это Нью-Йорк. Вот она, собственно, карта этого самого мира. И, по сути, весь наш мир это улицы Нью-Йорка, которые сами по себе такие маленькие коридорчики. Отчего и может сложиться ощущение, что мир открытый, не такой уж прям и открытый по своей сути. Лично меня это никак не отталкивает. Мне из-за атмосферы здешней очень доставляет. Бегать по этому пускай коридорному, но открытому миру, где постоянно что-то происходит. Как и принято в жанре, везде по миру раскиданы разные ящики саутов. Внутри ящиков различные расходные материалы, валюта, патроны, все как и везде впрочем. Помимо сундуков, тут огромное количество самых разных активностей. Проходя сюжетку, карта то и дело будет засыпаться самыми разными маркерами. Начиная от убежища, сюжетных миссий и заканчивая самыми разными побочками и знаками вопросов. По сути весь геймплей этой игры сводится к тому, что вам нужно будет изучать локации, зачищать эти локации, отбивать аванпосты, выполнять сюжетные и побочные задания. А сами перестрелки с мобами это по сути два действия. Прячься за укрытие и стреляй. Как и на ПК, чем круче ваш персонаж, тем круче будут мобы. Когда повышается ваш уровень, вы становитесь сильнее. Параллельно становятся сильнее и местные болванчики. Примерно так с уровня 15-20, особенно если мобов будет много, играть становится прям очень и очень трудно. Игра кидает игрокам прям настоящий челлендж. Тут-то дивизия и раскрывается в полной мере. Мультиплеер. Как и на ПК, дивизию можно и я настаиваю нужно проходить с вашими друзьями. Потому что в первую очередь дивизия это командная игра. Именно в команде она раскрывается во всей своей красе. Рано или поздно бегать соло вам наскучит. Сражаться с десятками мобов станет банально очень сложно. А вот в команде это будет делать не только проще, но и веселее. Мне лично кажется, у дивизии есть все шансы стать одной из лучших кооперативных РПГ. Пати можно создать до четырех игроков. В игре также можно будет создать свой клан и пригласить в него других игроков. Клан этот можно будет прокачивать, повышать ему уровень, плюс прокачивать так называемую базу вашего клана. Помимо клана, открытого мира и активности внутри него, есть и дополнительные режимы, как и на ПК-версии. Это классический дезматч 4 на 4 и режим темной зоны. Темная зона один из моих самых любимых режимов. Это если кратко объяснять, что-то типа Escape from Tarkov внутри игры. Вы заходите в локацию и пытаетесь залутать в ней как можно круче лут. И конечно пытаетесь после этого выйти из зоны живым. Местные мобы тут в раз 10 сильнее, чем в обычном режиме, плюс тут предусмотрим ПВП режим. Вы можете и на вас могут напасть другие враги, убить вас и отобрать весь ваш найденный лут. Именно из-за этой фишки геймплей здесь становится в разы интересней. Режим, как по мне, очень бодрый, но только если играть в кообе. Да, собственно, как и вся игра в целом, она идеальна для кооператива. По сути, по геймплею это все, что нужно знать про дивизию. Можно, конечно, добавить еще про различные активности внутри игры, по типу Battle Pass все тот же, или ежедневки, еженедельные задания. За такие задания вы будете получать опыт, валюту, ресурсы. За опыт прокачиваете персонажа, получаете новые скиллы, прокачиваете свое оружие. Что касается доната, в бета-версии, конечно, его сейчас нет, но, поверьте мне на слово, все кейсики, рулеточки, которые мы так сильно любим, все это здесь будет. В ПК-версии все это есть. В кейсах мы, как обычно, выбиваем, или не выбиваем, донатные шмотки. Естественно, по характеристикам эти вещи будут круче, чем не донатные. Но расстраиваться не стоит, как таковой системы Pay to Win в игре нет. Исходя из опыта игры в ПК-версию, в открытом мире вполне реально будет найти лут, который по качеству и характеристикам будет даже круче, чем донат. По сути, весь донатный шмот это больше косметика. Поэтому пусть ваши жопки не горят, играть в дивизию можно будет и без доната. По крайней мере, я так думаю, что там будет на релизе, я не знаю. Что можно сказать в целом, подводя итог? В том виде, в каком сейчас есть мобильная дивизия, она ощущается бодро и очень свежо. Чувствуется, что пацаны из Юбисофта проделали прям колоссальную работу над игрой. И в кои-то веки решили выпустить что-то действительно хорошее и качественное для мобильных устройств. Это очень достойный проект, на который лично я возлагаю очень большие надежды. Мне лично хочется, чтобы игра стрельнула и задала вектор так называемого развития всего мобильного гейминга. Как ни крути, но многие до сих пор считают, что у мобильного гейминга нет будущего. Даже несмотря на такие годные проекты, как Genshin или недавний Ханкай, для многих до сих пор непонятно, как вообще можно играть в принципе в мобильные игры. И я думаю, чем больше подобных качественных игр будет выходить, тем больше людей начнут верить в светлое будущее мобильной игровой индустрии. Надеюсь, что игра будет развиваться и долгое время поддерживаться. Все задатки на успешность у проекта сейчас имеются. Потрясная графика, крутая атмосфера постапокалипсиса, охрененная детализация, очень хорошая оптимизация, проработанная кастомизация, и ГГ, и шмоток, и пушек, хорошая сюжетка, огромное количество побочных активностей, годный и веселый кооператив. Все это в целом дает надежду на светлое будущее этой игры. Лично я безумно жду ее выхода, и на сегодняшний день это самая ожидаемая мною игра на мобильное устройство. По степени ожидаемости она даже Warzone обходит. Короче, однозначно советую скачать с ее самим, попробовать ее и убедиться в моих словах. Файл для скачки ждет тебя в моей телеге, а ссылочка на телегу ждет в описании под этим видео. Там же ты найдешь и другие крутые игрушки от меня, плюс другой не менее интересный контент и ламповый чарт, где можно будет пообщаться с другими геймерами. Ну а на сегодня по сути все. С тобой был отец Евген, я очень рад был с тобой, братишка, пообщаться. Ставь свой отцовский лайкосик, если ролик тебе понравился, и обязательно пиши в комментариях свое мнение, понравилась тебе игра или нет. Ну и вообще, что думаешь по поводу нее, какое у нее будущее будет. Мне будет очень интересно твое мнение прочесть. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok